На состоявшемся в четверг заседании Исполнительного комитета Ильичевского горсовета главным вопросом повестки дня стало уточнение бюджета города на 2012 год. Заседание Исполнительного комитета Ильичевского горсовета провел городской голова Валерий Хмельнюк. Первым был рассмотрен вопрос исполнения бюджета города за 2011 год. Как рассказала начальник финансового управления Наталья Чумель, несмотря на то, что бюджет не был выполнен, это не сказалось на финансировании социальных программ и содержании коммунального хозяйства. По сравнению с 2010 годом получено и доходы в бюджет, и расходы. Превышение составило по доходной части бюджета 35 миллионов 800 и по расходной и подроходной 31 миллион с половиной. Поэтому тенденция положительная по росту дохода и расходов бюджета, она сохраняется, и доход одна и та же, то есть то, что прописано было нам и планировалось, оно все сегодня, сегодня, сегодня. Затем члены исполкома рассмотрели изменения, которые предлагается внести в бюджет города на 2012 год. Как рассказала Наталья Чумель, доходную часть бюджета планируется увеличить на 2 миллиона 700 тысяч гривен, расходную часть на 7 миллионов 300 тысяч гривен. Прежде всего, областью городовного суббенции города Завичевска в размере 2 миллиона гривен на проведение первой закупительных работ в районе парка Приморский, в районе нашего городского пляжа. И поэтому эти 2 миллиона, с нашей миллион, мы потрачены на это переукрепление и вот проведем первый этап строительства листницы в тополе. Второй момент, что на 7 миллионов 300 тысяч гривен, в принципе, мы уточняем доходы городского бюджета, доходы бюджета развития, немотря на то, что бюджет на сегодня этот еще не выполнен, но нам нужно провести, оплатить те работы, которые были проведены в прошлом году, что касается уточнения расхода на часть бюджета. Это то, что, учитывая наличие или действие статьи 85 бюджетного кодекса в Украине, и учитывая ограниченные финансированные снижения в Украине, в частности, в нашей речевской бюджетной больнице, в нашей санктанции, в нашей санктанции, в нашего городского делом, в нашей пожарной части 17, было ли это решение сегодня мы, значит, выделить деньги на поддержку вот этих всех структур и, тем не менее, решить все проблемы, которые связаны с жизнедеятельностью именно нашего населения. Члены исполкома рассмотрели вопросы городского бюро инвентаризации, квартирного учета граждан, городского управления жилищно-коммунального хозяйства. Исполнительный комитет утвердил решение о проведении двухмесячников по благоустройству города с 15 марта по 15 мая. Также исполнительный комитет заслушал вопросы управления архитектурой и градостроительства, управления капитального строительства и службы по делам детей. Военный комиссар Сергей Довгань представил проекты решений об организации и проведении очередного призыва граждан на срочную службу, который начинается 1 апреля, и об улучшении состояния мобилизационной готовности предприятий поставщиков автотехники Вооруженным силам Украины. Среди прочих был утвержден вопрос, касающийся организации дорожного движения в городе. На перекрестке улиц 1 мая и Карла Макса будет изменен знак «Главная дорога», а на улице 1 мая будут установлены дополнительные знаки «Остановка запрещена». Продолжение следует...